Всех приветствую на моем канале. История государства и права зарубежных стран. Глава третья. Древнее государство Месопотамии. Еще в четвертом тысячелетии до нашей эры в южной части двуречия между Тигром и Ефратом начало развиваться земледелие, связанное с проведением эрегационных работ. Первые города государства стали возникать здесь в конце четвертого, начале третьего тысячелетия до нашей эры на месте постоянных поселений земледельцев, разросшихся общин или группы общин, в центре которых были храмовые комплексы, посвященные тому или иному божеству. При этом жрецы храма во главе с верховным жрецом выполняли простейшие функции управления. Рост сельскохозяйственного и ремесленного производства способствовал укреплению месопотамских городов, росту их населения. Во второй, третье, третье тысячелетия до нашей эры в городах, протогосударствах Уру-Киш-Ур-Лагаш, население достигало нескольких тысяч человек. Здесь четко наметились социальные различия. Выделилась родовая аристократия, обладающая большими участками земли. Во многих крупных хозяйствах родовой аристократии стал все шире применяться рабский труд. В третьем тысячелетии до нашей эры складывается и царское храмовое хозяйство за счет отделения храмовых земель от общины. Общинные земледельцы отныне не участвуют, как ранее, в обработке храмовых земель, а уплачивает ренту-налог в храмую казну. Земли же храмов обрабатываются различными категориями зависимого людо – рабами. Это, однако, не освобождает общинников от общественных работ, строительства дорог, ирегационных сооружений и прочее. Вместе с усложнением управленческих функций в городах растет административный аппарат, состоящий из лиц, занимающихся учетом земель, храмовым хозяйством, культом, общественными работами. Вырастая из органов общинного управления, этот аппарат выполняет новую социальную роль. Он становится аппаратом города-государства, осуществляющим многообразные управленческие функции по отношению к другим общинам-селениям. В возникновении городов-государств вместе с набирающими силу процессами социального рассловения затронули прежде всего две племенные группы, населяющие южные двуречия – шумеров и акадян. К концу третьего тысячелетия до н.э. населявшие двуречия различные племенные группы окончательно слились, но сохранились названия основных его частей – шумеры на юге и акады на севере. Первым центром шумерской цивилизации был Урук. Самым древним из городов акадян-семитов был акад. Жители Урука, например, поклонялись богу неба Ану, храм в честь которого был не только административным центром, но и центром ремесла, рано развивавшейся торговли, общественным складом для страховых нужд и прочее. На социально-экономическое и политическое развитие двуречия оказало большое влияние то обстоятельство, что города-государства возникали здесь как близко расположенные локальные центры, окруженные полуоседлым и кочевым людям, инокультурными племенами. От постоянных переселений и набегов соседних племен зависело не только политическое значение того или иного города, но и само его существование. Ранний династийный период шумерской истории был эпохой ожесточенной борьбы соседних городов-государств за политическую гегемонию, а их правителей за упрощение и расширение своей власти за счет покорения соседей. В 28-27 веках до н.э. возвышается город Киш, правители которого первыми приняли титул Лугаля – большой человек, господин. Затем успех перешел к Уруку – имя его правителя Гильгамеша, подчинившего Лагаш, Нипур и прочее впоследствии вошло в легенду, оказалось в центре шумерского эпоса. В 25 веке верховенство перешло к правителям Лугалям Ура, религиозным и культурным центром которого был Нипур, а затем на рубеже 25-24 веков к правителям Лагаша, среди которых особую известность приобрели Лугалянда и его противник Уруингина. Если первый, стремясь к упреплению своей власти, к централизации страны, вызвал резкое недовольство населения, вылившиеся в восстание против разрушения старых общинных порядков, злоупотребление властью, то второй вошел в историю как реформатор, стремившийся облегчить положение бедняков, уменьшить поборы с разоряющегося населения. Последующее недолгое возвышение правителями Уммы Лугализогессия сменяется в конце 24 века до нашей эры гегемонии семитского Акада во главе с Саргоном Акадским, ставшим правителем большого государства, включавшего многие бывшие города государства. Акад, расположенный на берегу Ефрата, при Саргоне стал центром первого политического объединения северно-южной частей Дворечья. Создав обширную централизованную акадско-шумерскую державу, Саргон принял титул царя Шумеры и Акада, царя четырех стран света. Последовавшие затем нашествия горных племен и затухающая борьба отдельных месопотамских городов за гегемонию приводили к смене политических центров, к возникновению новых правящих династий царств, среди которых следует отметить ново-шумерскую династию Ура, третья династия Ура, объединившую двуречья в границах обширного шумерского государства в XXII-XX веках до н.э. Правители третьей династии Ура управляли своими владениями с помощью хорошо организованной профессиональной армии, создавали царские суды, первые судебники, судебник Урнаму и прочее. Это относительно централизованное государство гегемония, единство которого скреплялось главным образом военной силой его правителей. Раздиравшаяся внутренними усубицами прекратила свое существование под ударами ламитов в 2007 году до н.э. Крупнейшим и важнейшим по своему политическому влиянию в регионе стало с конца XIX века до н.э. древнее Вавилонское царство, трехсотлетнее существование которого с 1894 по 1595 годы до н.э. составило особую эпоху в истории двуречья. Вавилон, достигший своего социально-экономического и политического расцвета при царе Хамурапи 1792-1750 годы до н.э., объединивший на новых административно-территориальных организационных основах путем создания административных областей округов, управляемых царскими сановниками, огромная территория от Персидского залива до Сирии. Предстают в качестве государства, империи, идеологической базой, которой стал культ единого бога, царя над богами Мардука. Вавилон неоднократно подвергался нашествию горных времен, разрушался, но каждый раз восставал из руин. Он переживает новый временный подъем в эпоху нового Вавилонского царства в VII-VI веках до н.э., а в III веке до н.э. фактически прекращает свое существование. Картина развития месопотамского общества была бы неполной без упоминания о другой крупнейшей древней восточной державе – Осирии, судьба которой тесно переплеталась в древности с Вавилоном. Место Осирии в истории древнего мира политическое значение среднеосирийского царства XV-XVI века до н.э. определялось его важной ролью в экономике всей Ближней Азии, благодаря крайне выгодному географическому положению на торговых караванных путях, связывающих государства этого региона. Большое число социальных, экономических, политических структур, религии, равно как и письменность, были заимствованы Осирии у Вавилона, а правовые институты Вавилона, представленные знаменитыми законами царя Хамурапия XVIII век до н.э. и Осирии, законами среднеосирийского царства XII век до н.э. дают благодатную возможность выявить целый ряд особых черт Вавилона Осирийской региональной цивилизации, древность ее государства и права. Правовой статус основных групп населения. Социальная структура месопотамского общества отличалась сложностью, которая была связана с многоукладным характером экономики, с незавершенностью процессов образования классов, с ранним и относительно высоким уровнем развития товарно-денежных отношений, развивавшихся главным образом в царско-храмовом хозяйстве и не затронувших в значительной мере общинного производства. Наиболее четкие социальные границы проводились в праве между рабовладельцами и рабами. Самые первые законодательные источники, например, законы Урнаму, содержат статьи о вознаграждении за возвращение человеку, господину его беглого раба. Две сикли серебра. Между тем, рабский труд не преобладал ни в одной из отраслей производства месопотамии. Он был одним из типов принудительного труда. Наряду с рабами в самую эксплуатируемую часть населения входили другие подневольные лица, лишенные собственности на средства производства. Не было здесь и античных понятий «свобода» или «противопоставление», «свободный раб», которое заменялось противопоставлением «господин раб». Господин выступал в качестве полноправного члена месопотамского общества, обладателя подвластных ему рабов, а зависимых членов семьи вещей, за нанесение вреда которым возмещение, компенсация полагалась лично ему. Характерно, что такие, содержащиеся в самых ранних законах правонарушения, как посягательство на чужую жену и чужого раба, были тесно связаны. Существовало и такое понятие, как «отпущенный», то есть освобожденный от всех или иных обязанностей, связанный с ними личной зависимостью человек. Граница социально-экономических различий четко проходила между господствующей верхушкой, не принимавшей участия в производительном труде, состоящей из высших царских и храмовых чиновников во главе самим царем, купцов, ростовщиков и прочих, а также общинников-земледельцев, ведущих самостоятельное мелкое хозяйство, не эксплуатирующих, как правило, чужого труда. Они и составляли самую значительную по количеству и роли в общественном производстве часть населения. Производимый свободными крестьянами прибавочный продукт путем взимания налогов и принудительной трудовой повинности присваивался правящей эксплуататорской верхушкой. Имущественное расслоение общины, разорение мелких производителей крестьян способствовали широкому развитию аренды земли. Личного найма разорившиеся общинники-земледельцы поглощались царским и храмовым хозяйством, пополняя ряды рабов и зависимых арендаторов. Право месопотами закрепляло широкую палитру форм личной зависимости. Например, зависимость раба от господина отличалась от зависимости незамужней дочери от отца, имевшего право продать ее в рабство. Или сына от отца, который в Вавилоне, например, не только мог продать сына в рабство, но и без причины лишить его наследства. Распространенной формой личной зависимости была и долговая кабала, которая при определенных условиях приводила человека в рабство. Например, в случаях, когда сын должника передавался храму или при продаже за границу. Но должник, отрабатывающий свой долг, кредитору не был рабом. Об этом свидетельствуют те статьи законов Хамурапи, которые ограничивают срок отработки долга тремя годами. По их истечении должник освобождался из дома кредитора. Закон Хамурапи 117. Смерть от дурного обращения, заложенного за долги сына должника в доме кредитора, влекла за собой смерть сына кредитора. Закон Хамурапи 116. Не мог безоговорочно распоряжаться человеком, отданным в залог, кредитор. Он не имел права продать в жена, отданный ему в залог девушку, без разрешения отца и не мог подвергать телесному наказанию заложенного человека. Лишь при неуплате долга, когда должник переходил в собственность кредитора, он мог безнаказанно избивать его и даже предавать в рабство за пределы серии. Также нашли отражение своеобразный институт оживления, заключающийся в принятии обеспеченной семьей на прокорм члена голодающей семьи обычной девушки. Принявшая девушку семья пользовалась ее трудом, распоряжалась ее судьбой, продавала замуж и прочее. Фактически оживление превратилось в распространенную форму продажи детей свободными родителями. Регулирующие контрольные рычаги государства сдерживали развитие частно-собственнических отношений, а вместе с тем и развитие рабовладения. Стремление поддержать статус основного населения и свободного общинника нашло отражение в самых ранних правовых актах государствами Сопотамии, например, в законах из Шнуны начала второго тысячелетия до нашей эры, которые в целях ограничения богатейшего собственника, стремление не дать ему в обиду разорившегося строго, определяли цену наемного труда, размер ростовщического процента и прочее, о защите традиционных прав и имущества свободных вавилонян, особенно когда они находились под угрозой, свидетельствует и широко распространенная практика издания царских указов, например, об освобождении бедняков от долгов. Характерно, что право здесь оговаривает не столько бесправие раба, это была норма для иноплеменника, сколько те или иные ограничения его прав. Дворцовый раб или раб Мушкинума по закону Мхамурапи могли взять, например, в жены свободную женщину, дети от которой признавались свободными. Дети, рожденные от свободного, и рабыни были также свободны, даже если они не были признаны отцом. Рабыня, родившая детей свободному, не могла быть продана за серебро. Свободные дети раба наследовали половину его имущества, другая шла хозяину. В нововавилонском же царстве нашли отражение специфические формы рабской зависимости, связанные с прогрессом товарно-денежных отношений. Раб в это время все чаще стал выступать в качестве земледельца-арендатора, наделенного хозяйственной самостоятельностью. Некоторые рабы имели право не только вести свое хозяйство, как свободные, иметь семью, но и владеть землями, домами, иногда значительным движимым имуществом, брать и давать суды другим рабам и свободным, продавать и покупать рабов и нанимать для работы рабов и свободных. За ними признавалось, в отличие от старого времен права выступать в суде в качестве истцов-ответчиков-свидетелей. Однако, несмотря на это, раб оставался в жесткой зависимости от своего господина, обязанным выплачивать ему своеобразный ежемесячный оброк. В соответствии со строгой системой социальных ролей, отводимых в традиционном обществе, каждому человеку неравенство разделяло и свободных жителей Миспотамии. Эта система определяла не только правовой статус индивида, отмеченный, как правило, тем или иным внешним знаком, но и правила его поведения, манера одеваться и прочее. Выход за рамки своей социальной роли и даже присвоение чужого знака влекли за собой наказание. Так жестко каралась блудница, покрывавшая голову, как порядочная женщина. По законам Хамурапи, цирюльник, сбривший с раба его знак рабства и прочее. В праве Вавилона выделялись две группы свободных. Первая – Авелума, человек, сын человека. Вторая – Амушкинумы, лица более низкого социального статуса, падающий ниц, то есть бивший челом, обращающийся к царю с просьбой о принятии на службу. Зависимость Амушкинумов, видимо, и определялась тем, что они не были потомками своих и не имели корней в общине. Мушкинум был царским служилым человеком низшей категории. Высшие царские служащие относились к Авелумам, так как наряду с большими служебными наделами они владели пченой землей. Различия между этими социальными группами особенно ярко проявлялись в нормах права, касающихся охраны жизни, здоровья, чести их самих и членов их семей. В некоторых случаях Мушкинумы пользовались особой правовой защитой. Например, кража их имущества по законам Хамурапи каралась, как кража из дворца, а их рабы, как уже говорилось, обладали некоторыми преимуществами перед рабами частных лиц. Для торговли зерном приобретения так недостающих здесь полезных ископаемых металла, а также камня, леса и прочее, еще общины Шумеры и Акады стали посылать в длительное путешествие своих торговых агентов. Торговые пути, шедшие через Ассирию, связывали Вавилон с Сирией, Малой Азией, Арменией. Очень рано в связи с этим в праве Месопотамии сложилось понятие тамкар – ростовщик, кредитор, торговец, человек, связанный с торговой ростовщической деятельностью дворца. По законам царской властью на тамкаров накладывались не только обязанности по отчислению в царскую казну части своих доходов, но и другие обязанности. Например, выкуп пленного воина с последующим возмещением затрат самим воинам, его общины или храма. Будучи зависимыми тамкары, между тем, пользовались широкой свободной финансово-торговой деятельностью, совершали крупные торговые сделки, объединяли капиталы, создавали торговые организации. Правовая практика Вавилона первого тысячелетия до н.э. знает торговые объединения, банковские дома, которые вели крупные денежные операции, скупали, продавали землю, кредитовали освоение новых земель и т.д. Зависимо обязанным было и ремесленное производство, развивающееся главным образом в царском хозяйстве. Царскими надсмотрщиками контролировалось не только ремесленное производство, но и сбыт продукции. В Ново-Вавилонском царстве практиковалось обучение рабов квалифицированному ремеслу. Но представители таких важнейших ремесел, как кузнецы, плотники, пивовары, обладали той или иной степенью самостоятельности, создавали профессиональное объединение. По законам Хамурапи, например, особой защите подлежали права отца-усыновителя, обучившего приемного сына своему ремеслу. Статья 188. Большей независимостью пользовались организации некоторых ученых профессий, таких, например, как специалисты по изгнанию духов, предсказатели будущего, врачи и песцы. Жречество в Вавилоне не сложилось в оформленные сословия. В административном совете храма были представлены как жрецы, так и царские чиновники. Должности жрецов продавались. Государственный строй. В Месопотаме наиболее ранней формой государственной организации были города-государства. Следует, однако, иметь в виду условность различий между некоторыми городскими и сельскими общинами, так как горожане также занимались земледелием и пользовались всеми правами членов общины. Неслучайный город и село по-акадски имели одно название Ур. Во главе первых месопотамских городов-государств стоял правитель-царь, который носил название Энси – возглавляющий род, закладывающий храм, или Лугаль – большой человек, хозяин, господин. В городах созывались общинные собрания и советы старейшин. Эти общинные органы не только избирали и в некоторых случаях низвергали правителей, но и определяли объем их полномочий, наделяя большими или меньшими правами в военной и законодательной областях. Лугаль, видимо, и отличался от Энси большими военными полномочиями. Самим общинным собраниям принадлежали законодательные финансовые права установления цен, всякого рода сборов, судебные функции и функции по поддержанию общественного порядка. Правитель города являлся главой общинного культа, ведал ирригационным, храмовым и другим общественным строительством. Предводительствовал войскам, председательствовал в Совете старейшин или в Народном собрании. Усиление царской власти при Саргоне и его преемниках, продолжающейся при царях Третьей династии Ура, чему способствовали победоносные войны этих правителей, было закономерным явлением. Оно было продиктовано необходимостью объединения общин централизованного и рационального использования, ирригационно-водного хозяйства. Отсюда возникает и новый вид правителя Лугалия Вегемона, власть которого выходила за рамки отдельного города и в силу этого не ограничивалась общинными органами. Власть правителей стала приобретать наследственный характер, а административный аппарат и сам царь олицетворять единство общинных территорий. Местные энси были низведены до положения чиновников. Царю была подчинена храмовая администрация. Усилению централизаторских тенденций способствовало представление о божественном характере власти, неспосланной якобы царям небесами. Все цари династии Ура, кроме первого, Урнаму, писали свои имена рядом с именем Бог в силу якобы своей избранности, наделенности особой царственностью богами, что возвышало их над всеми людьми. Царственность воплощалась в особых атрибутах царской власти – одежде, диадеме, жезле. Наибольшей степени концентрации царской власти достигла в Древневавилонском царстве, в котором складывается одна из разновидностей восточной монархии. Хамурапи пользовался формально неограниченными законодательными полномочиями. Он выступал главой Большого управленческого аппарата. Об этом свидетельствуют сохранившиеся до наших дней около 60 приказов Хамурапи царским наместникам в городах и отдельных областях, а также военачальникам, послам о смещении и назначении чиновников, проведении переписи населения, строительстве каналов, взыскания налогов. Как и в других древневосточных государствах, в руках царя сосредотачивались обширные хозяйственные функции – руководство ирригационным хозяйством, строительство храмов, регулирование цена товара, ставок, вознаграждение ремесленникам, врачам, строителям. При Хамурапи купцы были превращены в царских агентов. Широким развитием ростовщичества была связана деятельность особых царских чиновников, государственных контролеров. Страна была разделена на области, находящиеся под управлением царских чиновников. Шаканакум, ответственных за сбор налогов, за поддержание порядка и за созыв ополчения, а также контролировавших назначаемых глав общин. Рэбиану. Однако власть древневавилонских царей нельзя безоговорочно назвать деспотической. И во времена Хамурапи продолжали существовать общинные органы управления, советы старейшин, общинные сходки. Их полномочия были значительно урезаны, но они сохраняли ряд административных, финансовых и судебных функций, а также функций по поддержанию общественного порядка. Управляли общиной землей, разрешали совместно с представителями царской власти. Спорные вопросы между общинниками и держателями наделов от царя распределяли налоги, определяли размеры сборов и прочее. Некоторые самые древние и важные города – Вавилония, Непур, Сипар, Вавилон – могли иметь особый юридический статус, поскольку рассматривались как находящийся под защитой местного божества. Жители этих городов могли освобождаться от налога в трудовой повинности военной службы. Вавилонские цари, видимо, не смогли сломить в полной мере сопротивление некоторых сельских общин и племен. Судя по законам Хамурапи, они хорошо знали опасность неподавимых смут, мятежей, ведущих к гибели. В интересах политической стабильности цари вынуждены были предоставлять ряд привилегий – освобождать от налогов и военной службы трудовых повинностей не только своим слугам, крупным землевладельцам, но и некоторым вождям племен, храмам. Их привилегии записывались на каменных монументах – Кудуру, пограничный камень. Отношения между центральной властью и храмами были также сложны и противоречивы. Храм, опираясь на собственное крупное землевладение, значительное число зависимых от них лиц, стремились к экономической независимости. Лишь при Хамурапи храмы почти полностью были подчинены в административном и хозяйственном отношении царю, который назначал в них жрецов и администраторов, требовал отчета о хозяйственной деятельности. Хамурапи назывался богом царей, знающим мудрость. Сердцем Вавилона, возлюбленным богиней Иштар, но не был самим божеством и даже верховным жрецом. Царь, например, мог войти в храм только во время празднования Нового года. Здесь ежегодно повторялся обряд коронации, принятие им из рук бога Ордука царской власти. Между царствием считались годы, когда этого не происходило. Коронация делала правителя человека в Вавилоне способным царствовать, но не делала его богом. Царь мог быть и низведен до состояния обычного человека, лишиться царственности в силу крайней опасности того дел, за которое он брался. Только в его добрых, справедливых делах, служении, почитании богов, поддержке храма было его спасение. Великий, благодаря своей власти, в сравнении с подвластными ему народами, царь из-за своей человеческой природы, согласно месопотамской религии, оставался лишь подданным по отношению к природе и олицетворявшим ее богам. Судебное устройство В старом Вавилонском обществе до Хамурапи, ведущее место в отправлении правосудия, принадлежало храмовым и общинным судам. В качестве судебного органа выступали советы храмов, общинные собрания или специально выделяемые ими коллеги общинных судов. Ран упоминаются в источниках и царские суды. Так еще в шумерском городе-государстве Лагаши существовал особый верховный судья. Один из крупнейших крупных сановников правителя. Усиление царской власти привело к ограничению судебных полномочий общин и храмов. В общинах коллегиальные суды по-прежнему состояли из членов совета старейшин, но руководить ими стали рабианумы. Этим судам не были подсудны царские люди. Они не могли рассматривать дела, касающиеся царского имущества. Царские суды при Хамурапи были видены во всех больших городах. Они рассматривали главным образом дела царских людей. Но царь не выступал ни высшей касационной, ни апелляционной инстанцией. Он имел право помилования в случае вынесения смертельного приговора. Ему приносили жалобы на судебную волокиту, на злоупотребление судей, на отказ в правосудие. Жалобы передавались царем для решения соответствующим административным или судебным органам, общинам или царским. Здесь вообще не было судебных инстанций. Всякое судебное решение было, в принципе, окончательным. Царские наместники почти повсеместно могли осуществлять вызов в суд, арест и розыск преступников. Наряду с профессиональными царскими судьями, как свидетельствуют источники, существовали особые судебные должности, глашаты полицейских или судебных исполнителей, судебных гонцов и песцов. Не потеряли полностью судебных полномочий и храмы. Им принадлежала важная роль в принятии клятв, в засвидетельствовании законности сделок, в процедуре ордалии Божьего суда, который считался важным средством установления истины. В Вавилоне судебные решения в сознании людей издавна связывались с представлениями о справедливости. Богиня справедливости Киту считалась дочерью всемогущего бога солнца Шамаша. Ей посвящались специальные храмы. Однако вавилонские судьи нередко злоупотребляли своим положением. Об этом свидетельствует в частности статья 5 законов Хамурапи, предусматривающие наказание для судьи, изменившего свое решение после того, как оно было записано в специальном документе на глиняной табличке с печатью. Характерно, что такое провинившийся судья должен был быть поднят со своего судейского кресла, лишен права отправлять правосудие не царем общинным собранием. В ново-вавилонском обществе фрамовый совет, осуществляющий судебные функции, включались представители народных собраний городов, на территории которых находились святилища. Армия. Усилению царской власти в шумерских городах-государствах способствовало наличию у их правителей определенной военной силы, которая первоначально состояла из лиц, зависимых от храма или от его правителя лично. Создание постоянной армии противопоставлению общинному ополчению было важным свидетельством усиления царской власти. Превращению Саргона во властителя могучего государства в значительной мере способствовало постоянное войско, которое он создал из малоземельных земледельцев-общинников, получающих дополнительный надел за свою службу из царских земель. Саргон сам утверждал, что у него была постоянная армия, насчитывающая 5400 воинов. При Хамурапе происходит окончательный отрыв постоянной армии от общинного землевладения. Воин Аредум Баирум получают надел царской земли, обеспечивающей не только его, но и его семью. Воинские наделы полностью исключались из оборота. Всякая сделка относительно землевойна считалась ничтожной. Даже попав в плен, воин сохранял право на земельный надел. На часть участка сохранялось право его малолетнего сына. Статьи 27 по 29. Если воин ради избавления от службы бросал на дел, он не терял право на него в течение года при условии возвращения к своим обязанностям. В целях укрепления боеспособности дисциплины в армии законы Хамурапи предписывали жестоко карать воинов, нарушивших царский приказ о вступлении в поход, а также воинских начальников Декум и Лубутум, использовавших в своих целях имущество солдата или отдавших его в наем. Служба воина считалась вечной. В отличие от Павелона, Василий, если воин был достаточно зажиточен, он мог выставить вместо себя заместителя из числа бедняков. Он давал при этом обязательство снабжать продовольствием своего заместителя с условием, что его семья будет на него работать. Эта система заместительства свидетельствовала о глубоко зашедшем разорении земледельцев в Ассирии. Профессиональные воины выполняли полицейские функции в Вавилоне. Не потеряла между тем окончательного значения общины ополчения, созываемые во время крупных военных походов. Помимо лучников и тяжело вооруженной пехоты, в армии особое место занимали отряды колесниц. Древневавилонские источники, например, сообщают о том, что их командиры за воинские доблести вознаграждались царем землями, освобождались от налогов и несения других повинностей.